Следующая у нас студия, это наши со всеми новые партнеры, с которыми мы познакомились буквально несколько месяцев назад. У нас вообще на пасеке обычно парой выступает как раз бюро «Верстак», это Денис и Маша, но сегодня мы нарушили традицию, Денис уступал один, поэтому у нас есть другая пара, это Томила Туманова и Валерий Пышняк. Студия «Френдли Маркетинг», давайте ей поаплодируем. Коллеги, добрый день, очень рада вас сегодня всех видеть. Мы, да, как сказал Алексей Новичкин в пасеке. Я сейчас вкратце расскажу про наше агентство, чем мы занимаемся, а далее уже передам слово Валерию, и он более подробно расскажет про наши кейсы. Мы работаем с 2011 года, но под брендом «Френдли Маркетинг» начали выступать с 2016, вообще этот год для нас стал достаточно знаковым. В том же году мы вышли на международный рынок, у нас на данный момент открыто представительство в Германии, и на сегодняшний день мы работаем с Чехией и Норвегией. С ноября 2016 мы начали сотрудничество с ГБО «Малый бизнес Москвы» в рамках программы поддержания малого и среднего бизнеса. Мы проводим ежемесячные семинары на тему разработки и продвижения сайтов, плюс индивидуальные консультации, также ежемесячные. В следующем году, в 2017-м, мы уже подключились к НКО, начали сотрудничать с ресурсным центром, с программой «Душальная Москва». Также при их поддержке на данный момент проводим семинары для НКО на тему разработки и продвижения сайтов. С «Пасикой» буквально совсем недавно начали сотрудничать, с августа 2018 года, но надеемся на длительное и плодотворное сотрудничество, потому что НКО нам интересна, вообще социальная сфера, и хотели бы побольше узнать про вас и более плотно поработать. Основная наша сфера деятельности – это разработка сайтов, разработка мобильных приложений, контекст, SEO-продвижения, социальные сети и работа с репутацией. Так как мы френдли, мы вообще стремимся к тому, чтобы дружить с нашими клиентами. Для нас это очень важно, поддерживать дружеские отношения, особенно я считаю, что в работе с НКО это, наверное, наиболее важно, чтобы мы понимали вас, вы понимали нас, и, наверное, работа будет более слаженная, если в таком формате мы будем работать. Про кейсы, как я уже сказала, расскажет Валерий. Здесь преимущественно будут представлены кейсы, которые попали к нам через душевную Москву, так как, опять же, с классикой прям совсем недавно, но кейсы с НКО уже есть, поэтому слово теряю. Спасибо. По кейсам мы рассмотрим три проекта по разработке сайта и один по дизайну. Все проекты, про которые расскажу, они были, как уже Тарелла говорила, в рамках душевной Москвы, но для некоммерческих организаций у нас действуют специальные тарифы, и они в среднем на 30, на 40, иногда на 50% меньше, чем для кеймерческих организаций. В рамках кейсов я подробно не буду останавливаться на задачах проекта, потому что у всех они примерно одинаковые, то есть сделать качественный сайт, который будет соответствовать всем современным требованиям, будет с мобильной версией, будет с какой-то простой первичной SEO-оптимизацией, и будет достаточно удобный в пользовании и надежный. Поэтому пройдемся по слайдам, потом покажу, что у нас получилось и что мы дальше планируем. Первый проект, который еще находится в стадии доработки, это проект, посвященный памяти ополченцам. В рамках данного проекта организация Фонд Феликс пытается найти потомков, и рассказать потомкам победителей о подвигах своих прадедов, дедов. Здесь, соответственно, представлена главная страница, то есть дело в таких тонах, то есть акцент был расставлен на заголовки, крайне нейтральный фонд, ну и страница была сделана максимально информативной. Ну, соответственно, модуль по пожертвованиям еще находится в процессе разработки. Далее рассмотрим проект «Мироздание». Здесь, соответственно, был отрисован в настоящий момент только дизайн, поэтому пока в открытом доступе сайт найти нельзя. Ну, он, соответственно, переносится уже на вход и на СМС-систему. Далее проект «Цвет добра». Здесь как раз данный проект столкнулся с некачественными подрядчиками. И дальше в процессе выступления, то есть будет ряд рекомендаций для некоммерческих организаций, как вообще можно найти качественного подрядчика, если через пасеку не получилось. Вот, то есть, соответственно, какая была проблема у данного проекта. За 60 тысяч рублей данному проекту продали сайт без дизайна, то есть были размещены просто кнопки, вот, какая-то текстовая информация. Мы, соответственно, попробовали это все за небольшую оплату привести в такой более доступный читаемый вид. Вот, соответственно, такой сайт получился. Далее этот проект уже был предоставлен от пасеки, сделали мы его бесплатно, разработали буклет с освещенным мероприятием. А теперь перейдем к такому важному моменту, как рекомендации для некоммерческих организаций по выбору подрядчика. Повторюсь, ну, ситуация может быть такая, что через пасеку не получится найти, если у вас достаточно сложный проект или исполнитель не откликнулся. И вы, скорее всего, обратитесь в интернет, попробуйте найти, кто сможет сделать там подешевле, подороже. Вот, и здесь пройдемся по пунктам, чего стоит опасаться и какие проблемы могут возникнуть. В первую очередь, конкурентоспособная цена услуги. Вот, о чем идет речь? То есть, если, ну, не знаю, рассмотрим SEO-оптимизацию, если SEO-оптимизатор где-то, ну, условно говоря, там из региона предлагает вам услуги там за 7-8 тысяч рублей, здесь вообще можно по-хорошему усомниться. Или как раз-таки разработка сложного сайта по цене, пускай даже для некоммерческой организации, там в 5-6 раз ниже, чем цена на рынке. Вот, скорее всего, что-то может быть сделано некачественно, поэтому всегда-всегда мониторьте, читайте отзывы о той или иной организации. И если вам предлагают, ну, какая-то организация коммерческая, достаточно низкую цену, всегда стоит задуматься вообще, с чем она может быть связана, данная низкая цена. Возможность договорных отношений. Опять-таки, нередко мы обращаемся там к знакомым, к знакомым, к знакомых, вот, или же на сайтах по фрилансу пытаемся найти исполнителя. Вот, бывает так, что работа идет по, ну, по честному слову, вот, и всегда нужно иметь в виду то, что если такой формат взаимоотношений, чисто юридически, никто никому ничего не должен. Вот, и чисто по-человечески, даже если работа выполнена некачественно, не всегда можно добиться возврата денег. Поэтому старайтесь работать под договорным отношениям, и в первую очередь это касается, ну, помимо разработки сайта, касается SEO-оптимизации. То есть продвижения вашего проекта в интернете. Вот, потому что услуга эта растягивается на несколько месяцев, вот, и есть шанс, что в течение, там, большого количества времени, там, двух, трех, четырех месяцев вы получите, там, некачественный продукт, некачественное продвижение и потеряете и деньги, и время. Значит, предоставление со стороны исполнителя технического задания, ключевых запросов, макетов и всего прочего. Вот, то есть на этапе разработки обязательно нужно требовать от исполнителя, чтобы весь фронт работ был описан, там, в каком-то документе. Ну, это, иначе говоря, техническое задание. Почему это важно? Ну, сами представьте, вы на словах поставили задачу исполнителю, он ее сказал, что понял, на самом деле не понял. В процессе работы вы решили, что нужно интегрировать модуль по сбору пожертвований, и уже исполнитель вправе сказать, что это будет стоить дороже. Или в процессе работы вы сказали, что вам что-то не нравится, хотите добавить какой-то раздел, какой-то убавить. Вот, когда техническое задание составляется, все эти нюансы можно предусмотреть перед началом работ или, там, в процессе согласования. И вы получите более точную цену, вот, и у вашего исполнителя не будет такого состояния и такого самочувствия, что он, там, делает что-то больше, там, за бесплатно и делает это некачественно. Поэтому всегда старайтесь договориться обо всем на берегу. То же самое касается, там, запросов, там, для контекстной рекламы, для SEO-продвижения. Вот, это все нужно оговаривать на начальном этапе сотрудничества. Анализ СМИ-систем, на которых работает подрядчик. Тоже немаловажный пункт, потому что бывает так, что некачественный исполнитель может взять с вас деньги, там, достаточно большие, при этом сайт будет сделан на конструкторе. Это очень важный момент, потому что сайты, сделанные на конструкторе, они далеко не всегда соответствуют заявленным критериям. То есть на некоторых конструкторах сайта, в принципе, тяжело продвинуть по поисковику, поэтому здесь тоже нужно все это оговаривать и самостоятельно даже немного изучать. На чем делает ваш сайт, почему выбрана эта система, а не иная. Вот, и это достаточно важный момент. А может, с вами система в 3-х модах работает? Ну, как правило, это конструкторы, то есть это может быть Юхос, Модекс, УИПС. У них бесплатные версии, в которых часто ограничен функционал. То есть, допустим, нет доступа к FTP-панели, но через которую идет загрузка карты сайта и файла robots.txt. Поэтому у некоторых конструкторов в платных версиях есть подобный функционал, у некоторых нет. И это все нужно изучать и на начальном этапе. Формат очевиден теперь и заказчикам. Тоже очень важный момент. Особенно это касается SEO-оптимизации. Зачастую, в принципе, не зачастую, а скорее всегда, результаты по SEO наступают через какой-то длительный промежуток времени. Тем более, если сайт у вас новый. То есть, если вы только купили домен, то есть название сайта, доменное имя, какие-то результаты по SEO можно ожидать на 3-4 месяц работы. Ну, объективно. То есть, итог, какие там результаты. Это поднятие вашего сайта в поисковике. То есть, на первой странице Яндекса или Гугл. И при этом некачественный исполнитель может говорить, что 3-4 месяц это еще рано, нужно подождать до 5-6. Безусловно, 5-6 месяц это уже более показательный. Но какие-то результаты должны быть уже в самом начале. И формат отчетности это безумно важная тема. Почему? Потому что зачастую во многих нюансах вы можете не разбираться. И могут вам писать какие-то зонные фразы, выражения. То, что там какая-то работа проводится, а по факту ничего происходить не будет. Поэтому требуйте, чтобы отчет был доступен для вас, чтобы все нюансы вам разъяснялись. Если же мы говорим про SEO-оптимизацию, то самый оптимальный отчет это сравнение позиций. Ну, помимо всех пунктов, которые перечислялись, то, что там сделали то-то, 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 что-то переделали, все должно быть понятно. То есть позиции там на момент начала работки, позиции на текущий период времени. Маш, первый вопрос, не извиняйся. Ну, давайте. Как сравнивать? Сейчас все по политическим факторам ранжируется, и, например, я его буду смотреть, но не знаю. Просто из интернет-экспорера и из Firefox разная десятка. Как будет? Смотрите, десятка разная только потому, что у вас интернет-экспорером вы пользуетесь реже, и у вас не включен режим инкогмента. Потому что десятка, так или иначе, она всегда одинаковая. Просто зависит от того, если вы заходите с одного браузера, те сайты, которые вы чаще посещаете, они находятся заведомо всегда выше. Если заходит человек с другого браузера, с другого компьютера, который на вашем сайте не был, у него выдача будет совершенно другая. А в Яндексе и Гугл сильно отличаются? Ранжирование, да, отличается. Ну, может сильно отличаться зачастую. То есть какая-то позиция может быть в Яндексе на первой странице, а в Гугле она будет на 6-7. Да, это нормальная ситуация. Вот, и в завершении по отчетности, перед тем, как от вас поступят вопросы, то есть самое адекватное сравнение – это позиции на момент начала работы и на текущий момент. Почему? Потому что позиции подкрутить нельзя. Это объективный критерий. Часто предоставляют отчет по трафику, но даже отчет по трафику можно накрутить, то есть и дать ложную статистику. О позиции нельзя договориться с Яндекса, можете там вы поднять, у нас временно на пятое место, а завтра опуститесь на 10-е, 30-е и так далее. На этом все. Если вопросы есть. У нас есть время на вопросы. Давайте, Саша. Вы говорите, что для НКО идут скидки. Скажите, пожалуйста, для социальных предпринимателей тоже такие услуги необходимы? Для них скидки предусмотрены, либо конверсическая цена полностью? Для социальных предпринимателей тоже можем предусмотреть. Ну, вообще-то все. Не можем, но не предусмотрено. Ну, скажем так, нам пока обращались только НКО, если вот вы как социальные предприниматели к нам обратитесь, мы уже с вами обсудим и вполне вероятно предоставим. Спасибо. Да. Вопрос. Вы сказали, что есть список неопендованных платформ, да? С какими платформами работаете вы, и какие платформы это не будет для интернет-экономической организации? Ну, да. Платформа выбирается зачастую... Да, платформа выбирается под задачу. То есть, если проект сложный, требует там всевозможных интеграций, мы часто используем Bitfix. Вот. Обычно мы работаем или с Joomla, или с WordPress, или с OpenCart, то есть используем открытые CMS-системы. Почему не конструкторы? Потому что открытая CMS-система, она более гибкая в модификациях, и можно там, ну, какие-то дополнительные вещи предусмотреть. Да, коллега, еще один вопрос. Да, дополнение к этому же вопросу. Если мы собираемся какие-то платежные системы использовать, например, через SMS, вот есть ли какие-то требования специальные в платформе системы CMS-системы? На самом деле там идут требования базовые, то есть они требуют размещения там... Определенной информации. Определенной информации зачастую, и требуют еще, чтобы был защищен... А к самой CMS-системе нет? Нет, каких-то особых требований нет. Тут требуют еще, чтобы был там сертификат HTTPS, но опять-таки это все прикручивается фактически к любой системе, даже к конструктору можно прикрутить. Большое спасибо. Давайте еще раз поаплодируем.